Утро на Болткоме И еще раз говорим, всем доброе утро. Вот если посмотреть на ленту, на инстаграма, там не знаю, фейсбука вчерашнего дня... Если почитать портал MixNewsLV... Люди все радуются и переживают по поводу того, что открылись наконец-то первые магазины. Ну, я имею в виду непродуктовые, в которых можно купить что-то, вот туфельки, платьица, там, не знаю, там, простите, нижнее белье, подштанники, которые вот все удовольствия жизни, которыми мы латали, штопали, там все зашивали порванные, потому что невозможно было вот... Ну, возможно, ну, возможно. В 21 веке возможно, конечно, овладеть технологиями и все заказывать через интернет. Там были свои сложности. Во-первых, активизировались интернет-мошенники. Во-вторых, службы доставки не успевали доставлять те самые заказы, потому что их было слишком много, и все курьерские службы жаловались, ныли и плакали. Масса, масса была сложностей. Физическое при открытии или переоткрытие далеко не всех магазинов – это, я бы сказал, цивилизационный шаг. Так, это мы возвращаемся к более-менее нормальной жизни, а главные люди возвращаются на работу, а деньги возвращаются в экономику. И вот главный вопль, крик, я понимаю, души – не отбирайте у нас радость шопинга. Ну, и это, конечно, тоже, потому что разумное потребление, опять же, оно двигает, как не смешно сказать, экономику вперед и разогревает ее. И это хороший процесс. Итоги первого дня работы открытых магазинов. Сегодня мы будем утром обсуждать с главой ассоциации торговцев, с Хенриком Донусевичем. Доброе утро, господин Донусевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Хенрик, действительно, первые впечатления вот этого первого дня. Насколько я понимаю, согласно данным вашей ассоциации, около 9 тысяч магазинов в Латвии вчера открылись заново. Так ли это? Многие ли пережили эту затянувшуюся паузу? Некоторые открылись, некоторые просто начали нормально работать, потому что мы знаем, что ряд работал в основном режиме удаленной покупки. Человек заказывал, потом приходил, забирал товар. А сейчас это легализовано. Ну и, конечно, те магазины, которые не хотели вот обаловаться, они смогли открыть свои двери. И главное, что людям очень много товаров хочется примерить и купить, пощупав то, что он покупает. Да, потому что мы все знаем эти шутки о том, что товар, выставленный в интернете, иногда не соответствует размерам, иногда мы можем там ошибиться и с размерами одежды. И просто вот сколько шуток было по поводу того, что покупали там модельку какую-нибудь, значит, ну, не посмотрев там скамейки или полки, там, ну, как, ну, даже такие вещи. Но насколько вот, есть ли какая-то первая реакция вот владельцев магазинов, что сейчас происходит? Для них это новая жизнь, новые какие-то возможности, встрепенулись они? Или все-таки это полумеры, и вы по-прежнему недовольны, и вы готовы бороться дальше за открытие в больших торговых центрах в том числе? Конечно, те, которые открылись и недовольны, у большинства, ну, в зависимости от вида товаров и местонахождения, были больше, более или менее длинные очереди. Ну, самые длинные мы видели там магазины обуви, одежды, потом уже остальные поменьше. Но, в принципе, во всех магазинах, которые были закрыты, был поток людей больше, чем стандартный день. Мы, конечно, за это благодарны, но мы считаем, что надо открыть тоже те маленькие магазины, которые сейчас закрыты в торговых центрах. Потому что есть, например, если мы говорим о магазинах для детей, тогда, конечно, родителям удобнее на машине подъехать к торговому центру и с ребенком на руках или в коляске подойти к магазину, выбрать товар, который ему необходим и удобно вернуться. Тем более, что стоянка у торгового центра в основном бесплатная, а в центре города найти стоянку все более сложную и сложную, тем более она платная. Мы беседуем с Хенриком Данусевичем, главой ассоциации торговцев, подводим итоги первого дня работы открытых магазинов. Хенрик Данусевич, как вы можете охарактеризовать вот эти полумеры? Насколько это уродует конкуренцию и насколько эти меры логичны? Откуда взялась вот эта числительная, откуда она появилась, 7 тысяч квадратных метров, выше которых нельзя открываться торговым центром? Это непонятная мера, то есть непонятная цифра. Потому что по международным стандартам торговый центр – это 10 тысяч квадратов и 10 арендаторов. Конечно, у нас страна, которая изобретает разные новости, в том числе и 25 квадратных метров, необоснованная большая квадратура для магазинов. Это очень ударяет, особенно по малым магазинам. Например, на Пурсовском рынке есть там магазинчики, два в одном помещении и вместе 75 квадратов, но эти 75 квадратов могут зайти только два человека. Это, конечно, и тормозит процесс продажи и, конечно, эффективность. Приходится три четверти рабочего времени тратить на ожидания, пока следующий покупатель зайдет, выберет товар и продаст. Это, конечно, очень ударяет по экономике малых предприятий. И мы видим, что поддержка тоже недостаточная для малых торговых предприятий. И позавчера мы подали в Министерство финансов повторное требование, чтобы рассмотреть поддержку малых предприятий и установить минимальный уровень. На сегодня установлен максимальный уровень, а минимального уровня нет. И в малом магазине, где работает 3-4 продавца, это поддержка, которая на сегодня 60% от заработного фонда, конечно, недостаточно, чтобы покрыть аренду коммунальные и другие затраты, которые были за эти 4 месяца, когда магазин простаивал. Ну и, честно говоря, я как покупатель тоже всегда испытываю давление, когда я захожу в маленький магазинчик, ну, скажем, продуктовый, и там всего 3 человека может находиться, и я вижу очередь на улице. У меня это какое-то психологическое давление, иногда, ну, ты хотел бы пройти, вспомнить, может быть, вот это мне понадобится, это. Но вот испытывая давление, хватаешь вот то, что у тебя в списке, и, ну, скорее убегаешь, чтобы не вызывать раздражение очереди. Ну да, потому что ты же видишь, как человек воспитанный, что за тобой там скапливается. А буквально когда в воскресенье я оказался в ситуации, я приехал на заправку, заправился, мне нужно было зайти внутрь оплатить, ну, и кое-что внутри посетить. Ну, и передо мной зашли две дамы, и там уже был человек. И вот эти две дамы тоже направились в места общего пользования и застряли там минут на 15, и образовалась огромная очередь уже за мной. Я первый был на вход, и за мной уже человек там двое, четверо, пятеро, семеро машин понаехало всю стоянку, ждали, пока эти тети, кстати, безлошадные, сделают свои дела. Ну, как-то тоже, я понимаю, все эти эпидемиологические ограничения, все это связано с общественной безопасностью и так далее и тому подобное, но все-таки вот эти перегибы, что называется, на местах, они безусловно раздражают. Если можно так, я тоже со своей практики на бензоколонке, там было четыре человека в бензоколонке, но вошли трое детей покупать шоколадку. И похожая ситуация, как у вас была, пока они выбирали, какую шоколадку купить, пока они там сосчитывали центы, чтобы у них получилась эта шоколадка, ты стоишь и ждешь, и не попадаешь сделать оплату. Тем более, что если мы вернемся к реальным цифрам, это не перегибы на местах, это просто перегибы при установке квадратуры. Во всей Евросоюзе для малых предприятий до 100 квадратов норматив 10 человек, потом идет свыше 115, и только 20 есть в отдельных случаях, когда локдаун в стране, ну, скажем, в Португалии был локдаун, тогда было 20 квадратных метров. Но вот это 25 – это очередное новшество Латвии, которого нигде в Европе нет. Ну, более того, нормативы даже у нас отличаются, достаточно вспомнить Латвия Спасц, и директор ее был недавно у нас с Олегом в эфире, и тоже человек не понимает, он руководит огромным предприятием, и получается, ну, такое предприятие на сдвоенном рынке, он как бы и место торговли, и место оказания услуг, и разные нормативы, то ли 15 человек на метр, то ли 25 человек на метр, вот тоже не могли разобраться. Да, тем более, что народ больше всего и в интернете тоже издевается насчет общественного транспорта, что в магазине 25 квадратов, а в общественном транспорте полквадрата, и мы же знаем, что главная проблема – это заболевание, то есть не заболевание, скопление при передвижении людей, поэтому и ограничивается вот это количество людей, которые могут собираться, ну, на сегодня до 10 человек. Касаемо измененной, скажем так, уродуемой конкуренции, ну, потому что мне на месте крупных торговых центров тоже, честно говоря, было бы очень обидно, что кому-то разрешили, а нам не разрешили, тем более, что магазины маленькие, у некоторых отдельные входы даже в торговых центрах случаются. И вот, насколько мне известно, глава доминошопинг, во-первых, она взвешивает возможность обращения в Совет по конкуренции или даже в Конституционный суд, а во-вторых, они решили организовывать выездную торговлю. То есть вот на площадке возле главного входа, рыночки-то разрешили, хотя сколько там, три дня, поправьте, если я не прав, то есть на три дня можно взять разрешение, сделать выездную как бы торговлю, их арендатели будут стоять просто под открытым небом, ну, в палатках, в общем-то, на свежем воздухе. Через три дня, видимо, история повторится. Господин Донусевич, а мы, напоминаю, беседуем с Хенриком Донусевичем, главой Ассоциации торговцев, насколько действительно обижены торговые центры и каковы могут быть их дальнейшие шаги, дальнейшие действия в этой ситуации? Да, мы с Диной вчера обсуждали согласованные действия, чтобы открыть малые магазины в торговых центрах. Надо объяснить, почему создалась такая ситуация, потому что ряд торговых центров договорился о сделке с Министерством экономики, что им выплатят компенсацию 15 евро за квадратный метр за три месяца, и, с другой стороны, они закроют торговлю. И, конечно, те, которые хотят работать, а не получать деньги просто так, они, конечно, не согласны с этим решением, которое на сегодня принято. И, конечно, понимают, что есть торговые центры, которые открылись очень поздно, ну, скажем там, Орега, и простаиваете там, и сложно что-то и открыть, да? И, конечно, им выгодно взять большие деньги, там, ну, считайте, 100 тысяч квадратных метров по 45 евро, это уже 4,5 миллионов, да, как говорят, 4,5 ляма взял и доволен. Поэтому ситуация такая есть, как есть на сегодня, и мы хотели бы все-таки, чтобы ситуация была бы логическая, и квадратура, и вот эти поддержки нормальные, и, конечно, не было бы таких решений в пользу отдельной группы предприятий, которые в основном это иностранные инвесторы, которым выгодно одно или другое решение, которое предложило Министерство экономики и торгово-помышленная палата. А вот насколько большое количество владельцев от мелких магазинов, которые не пережили эту затяжную, вот, лицессию, эту паузу, локдаун? Можно ли это сейчас уже посчитать, как-то оценить, или потребуется еще какое-то время? Сложно посчитать, потому что нету такого измерителя, то, что мы видим только визуальный измеритель, где все больше и больше в центрах города вывески, что арендует, сдаем и так далее. То, что мы, и мы еще должны понять, что на сегодня предприятия получили компенсацию только за январь, и то она в 30% от необходимого, чтобы выжить. И только тогда, когда закончатся все поддержки, предприятия посчитают убытки, тогда уже будет окончательное решение, выжили мы или нет. Тем более, что нам еще до конца непонятна ситуация с тем, что закончен период аркады ситуации, как это... Чрезвычайное ситуацию. Чрезвычайное положение. И сейчас могут ли уже судебные исполнители и другие дебюторы обратиться и начинать снимать деньги, включая там все штрафные и тому подобное? Если это будет возможно, тогда это, конечно, осложнит жизнь предприятия, они скорее... Это просто добьет тех, кто еще барахтается. Только приоткрылся, тут на тебе, прилетает такой привет. Ну да. То есть мы эти сможем оценить масштабы все буквально через какое-то количество... Через пару месяцев, наверное, в общем-то. Да, я думаю, что примерно к концу мая будет понятно, кто выжил, кто пережил зиму, а кто нет. Тем более, что надо понять, что для магазинов, которые торгуют сезонными товарами, сейчас период заказа нового сезона. На это необходимый аванс, денежный аванс. И, конечно, вот эти деньги надо иметь. Поэтому очень важно, чтобы малые торговцы получили бы поддержку за январь, февраль, март в достаточном объеме, чтобы они могли продолжать жить. Конечно, большие предприятия глобальные имеют свою подушку денежную, которая позволит им выжить. И мы видим, например, на примере Lidl. То, что Lidl ждет, когда закончатся ограничения по рекламе, и они смогут полноценно открыть магазины. И, ну, скажем так, нету никаких обоснований думать, что Lidl не выдержит эту зиму. Безусловно, Lidl продержится на плаву. Но тоже обидно, они же набирали людей, люди надеялись выйти на работу, начать зарабатывать деньги, а все никак. Но вот нас спрашивают, произойдет ли так, что все торговые центры перенесут за городскую черту Риитни, как это принято в Европе, чтобы могли существовать маленькие магазины в центре города? Мы уже лет, наверное, 7 боремся с Рижской думой о том, чтобы сделать в Риге, не сделать, а чтобы утвердить в Риге самую длинную в Прибалтике торгово-развлекательную улицу, это улица Барона. Ее длина 3,5 километров. Это уникальная улица, которая в свое время и построена, как торговая улица. Она шире, с большими окнами на первом этаже, которые подходят для торговли. И мы сегодня, то есть вчера мы тоже видели, что основные очереди были на улице Барона. И мы считали и считаем до сих пор, что Барон улица – это тот магнит, который мог бы уравновесить развитие города и противостоять, условно противостоять Альфе, Спице и другим, Акрополис, другим большим центрам, которые вытягивают людей из центра города. Но городская дума идет на какие-то мелкие решения, там улица Тарбатес, которая совсем не приспособлена для торговли. И большинство магазинов там, наоборот, сделаны с возможностью упарковаться и купить людям, которые на машине едут в магазин. И пока город не готов к таким стратегическим и логичным решениям в торговле. Как интересно, как интересно. Только что прозвучало в исполнении главы Ассоциации торговцев Хенрика Данусевича, мы с ним сейчас беседуем, информация о том, что третий год идет борьба с Рижской думой о том, чтобы сделать… Седьмой. Седьмой, простите, да, улицу Барона Торговой. Но буквально через 15 минут нашим следующим гостем будет представитель движения Пилста Циллакем, которые вместе с Рижской думой топят за то, что, возвращая велосипедистов, увеличивая поток велосипедистов, мы оживляем сам город и в том числе оживляем торговлю. Но речь при этом идет об улице Тербатес или Чака. Но мне все равно почему-то кажется, что если проложить повсюду велосипедные дорожки, это не решит экономических проблем, потому что, видимо, стоимость аренды в центре города невыгодная, и люди уезжают из центра города. То есть, с одной стороны… Хенрик, мне просто интересна позиция Рижской думы. Объясните, пожалуйста. С одной стороны, мы открываем велодорожки, говорим, что это привлечет людей в центр города, что это оживит торговлю в том числе. С другой стороны, Рижская дума через слово говорит о децентрализации, о том, что, наоборот, нужно развивать пригороды, нужно развивать спальные районы, и чтобы люди не скапливались в центре города, особенно на автомобилях. Это вообще вот шизофрения как укладывается в головах? Сперва я хотел бы прокомментировать про улицу Тарбатас. Я сам передвигаюсь по городу на велосипеде, и, конечно, улица Тарбатас никак не приспособлена для передвижения на велосипеде. Там брусчатка, и она не… ну, как сказать, мне неприятно на ней ездить. Я думаю, других тоже там подбрасывает. Ужасно, ужасно, конечно. И, тем более, движение с детской коляской, как это было. Плюс еще, что местная торговля против того, чтобы эта улица была бы закрыта. Наоборот, местная торговля надо, чтобы улица, где можно подъехать, запарковаться и взять товар, чтобы она работала как такая. Конечно, вот это политическое решение в интересах отдельных групп, скажем так, которые просто реализуют свои идеи фикс, нам не очень понятно. Ну, насчет Чака, ну, делать велодорожку, конечно, делать хотите – делайте. Зимой мы видели, что это была пустая трата денег и нервов людей, особенно в время пик, когда люди ехали на работу или без, то есть, что пешком было быстрее, чем на троллейбусе проехать по улице Чака, скажем, с вокзала до Домина. Мы считаем, что вело, конечно, надо развивать, но надо сохранять ту инфраструктуру, которая необходима, чтобы центр города жил. Если мы закроем все, тогда центр города умрет. Есть пример Стокгольма, мы тоже ездили из городской думы в свое время, когда сотрудничали и исследовали опыт, был тоже опыт, скажем, Бристоля, где мы смотрели насчет доставки товара в центр города, что сделать распределительную базу на границе города и потом уже доставлять единым транспортом во все магазины товар, вне зависимости от принадлежности магазина. Но на сегодня вот эти решения более-таки политические, которые в интересах очень малой части людей, но которые сотрудничают тесно с партиями и имеют доступ к власти и к инструменту решения своих мечтаний. Если больше идет речь о воплощении мечты у нас... К сожалению, время завершилось, да, я вам напоминаю, что... Хенрик, как жаль, что нам сегодня пора прощаться. Обязательно, конечно же, встретимся и не раз. Я очень надеюсь, что вы согласитесь, как сегодня, поучаствовать в обсуждении. Большое спасибо. Спасибо вам. С нами был глава Ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Много интересного узнали, между прочим. А мы сейчас еще узнаем из новостей. Да, 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 и через паузу продолжим, в том числе о развитии города, о развитии торговли через так называемый велосипедизм. Утро.